Россия не прекращает обстрелы Украины. По данным украинских властей, в результате одной из последних атак есть жертвы и пострадавшие. Кровопролитиям обернулись акции протеста в городе Захидан на востоке Ирана. Очевидцы сообщают о стрельбе по демонстрантам в мечети. В результате нападения на дом спикера палата представителей США на НСП Лоси пострадал ее 82-летний супруг. Нападавший находится под стражей. По данным украинских властей, по меньшей мере 4 человека погибли и 10 получили ранения в результате одной из последних атак российских войск. Несколько городов, расположенных по соседству с оккупированной Россией Запорожской АЭС, подверглись обстрелу. Повреждены десятки жилых домов, линии электропередачи. Минобороны РФ заявило, что российские силы отразили украинские атаки в Харьковской области и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа Вооруженных сил Украины атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка ДНР. Это съемки боевой подготовки мобилизованных россиян, обнародованные Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе войны Россия совершила примерно 8 тысяч авиационных атак и выпустила 4,5 тысячи ракет разных типов. Стоя рядом с обломками сбитого иранского беспилотника, Зеленский поклялся, что атаки Путина не смогут сломить дух украинского народа. Беспилотники – важное средство ведения войны. В Украине операторы БПЛА используют дроны для разведки местности и обозначения целей, которые затем атакуются ракетами. По словам одного из операторов, они не бомбят, а ищут и нацеливаются на российское оружие, которое атакует украинские города. Мы летим не только до российской границы, мы летим и вглубь территории России, потому что они стреляют оттуда. Это село Архангельское в Херсонской области Украины, которое было отбито у российских войск и возвращено под контроль украинской армии. Освобожденное от оккупантов, оно несет на себе тяжелые шрамы войны. Кровопролитим обернулись пятничные акции протеста в Иране. В городе Захидан, столице провинции Систан и Белуджистан, как сообщают очевидцы, сотрудники силовых структур открыли огонь по протестующим. Демонстрация проходила под лозунгами против шиитской теократии. Одним из центров выступлений стала крупнейшая в Иране Суницкая мечеть Маки, где горожане собирались на традиционную пятничную молитву. Именно здесь, по сообщениям информагентств, была слышна стрельба. Согласно этим данным, есть убитые, в том числе ребенок. С начала протестной кампании в Захидане убиты не менее 30 человек. Власти признали работу службы безопасности неудовлетворительной. Начальник полиции был уволен. Демонстрации в пятницу проходили и в других городах Ирана. Центром особенно крупных выступлений стал Мехабад, который называют столицей иранского Курдистана. Протесты в Иране не стихают уже полтора месяца. Поводом стала смерть задержанной по обвинению в неправильном ношении религиозного платка. Задержанному при нападении на дом председателя Палаты представителей США на НСП Лосе Сан-Франциско грозят обвинения в покушении на убийство. Вооруженный молотком Дэвид Депап, как сообщают в полиции, искал спикера. Но обнаружил лишь ее 82-летнего супруга Пола Пелоси. И в ходе борьбы нанес ему несколько ударов, в том числе по голове. Мы еще выясняем мотивы этого нападения. Депап будет помещен в тюрьму округа Сан-Франциско по следующим обвинениям. Покушение на убийство, нападение с оружием, жестокое обращение с пожилыми людьми, кража, со зломом и еще несколько тяжких преступлений. После нападения Пол Пелоси был госпитализирован. Врачи говорят, что угрозы для его жизни нет и он скоро поправится. Спикер Палаты представителей была вынуждена отменить свое участие в ряде мероприятий в Вашингтоне, чтобы вернуться к мужу. Нападение осудили представители как демократической, так и республиканской партии. Президент США Джо Байден назвал произошедшее омерзительным и заявил, что в нынешней кампании перед довыборами в Конгресс слишком много насилия. Укрепить влияние Брюсселя и ослабить позиции Москвы. В ходе своего турне по Западным Балканам Урсула фон дер Ляйн пообещала кандидатам на вступление в ЕС многомиллионные инвестиции. В сербском нише она проинспектировала строительство газопровода интерконнектора между Сербией и Болгарией. Вместе с лидером страны Александром Вучичем. Глава Европейской комиссии призвала Белград не фокусироваться на России, которая обеспечивает 80% потребностей республики в газе, и диверсифицировать поставщиков энергоносителей. Этот проект станет еще одним шагом на пути к нашему сближению. Он откроет газовый рынок в Сербии для новых игроков. Это повысит энергетическую безопасность региона. Стать еще ближе, по мнению Урсулы фон дер Ляйн, из Сербии помогло бы приведение ее внешней политики в соответствии с курсом ЕС, в частности, введение санкций против России. Ранее в пятницу политик посетила Боснию-Герцеговину, евроинтеграции которой мешают внутренние разногласия между сербской, боснийско-мусульманской и хорватской общинами. Дверь Европейского Союза открыта. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Теперь это зависит от вас, заявила Урсула фон дер Ляйн. Отсутствие прогресса на пути в ЕС вызвало разочарование в участии общественности западно-балканских стран. В Брюсселе опасаются, что это увеличит привлекательность России и Китая в регионе. Международная организация «Врачи без границ», спасшая в Средиземном море более 370 мигрантов, возмущена действиями, а точнее бездействиями мальтийских властей. Эти беженцы отправились в Европу из Ливии и дрейфовали в море на хлипких лодках несколько дней недалеко от Мальты. Врачи без границ обвиняют власти страны в невыполнении обязательств по оказанию помощи. По данным НПО, Мальта была проинформирована и должна была координировать спасательные операции. Наша команда спасла 103 человека, в том числе 22 ребенка. Без наших совместных усилий менее чем за сутки мог бы утонуть 371 человек. Безразличие и отсутствие координации со стороны компетентных органов недопустимо. Мигранты, кому повезет остаться в живых после опасного путешествия, и далее сталкиваются с трудностями. Напряженные ситуации нередко возникают в переполненных лагерях для беженцев. На Кипре частично сгорел лагерь Пурнара. После того, как здесь вспыхнули столкновения между двумя враждующими группировками. Одни начинали поджигать палатки, другие бросать камни. Я покидаю лагерь и иду в город, потому что здесь все горит. Мы должны выйти отсюда. В результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения. Сгорели около 20 палаток. Власти связывают произошедшее с переполненностью лагеря, в котором находятся 2150 мигрантов. Это более чем вдвое превышает максимальную вместимость центра. В последние выходные октября Европа переводит стрелки на час назад. На зимнее время переходят все страны Евросоюза, несмотря на то, что многие его жители хотели бы отказаться от этой практики. Согласно данным проведенного в 2018 году опроса, за отмену сезонного перевода часов высказались 84% европейцев. Еврокомиссия даже порекомендовала установить одно время и на лето, и на зиму. Но дальше рекомендации дело не зашло. Сейчас в Европе три часовых пояса. Западный, центральный и восточный. Разделение не всегда логично. До середины прошлого века Испания жила по одному времени с Португалией и Великобританией. Но в 1942 году генерал Франциско Франко приказал перевести часы вперед из солидарности с гитлеровской Германией. С тех пор Мадрид так и живет по времени Берлина. В 2018 году инициатива Еврокомиссии предполагала разделение континента на четыре часовых пояса, постоянно живущих по зимнему времени. Так Исландия, Португалия и Ирландия отставали бы от Гринвича на час. А Великобритания, Франция, Испания и страны Бенелюкса жили бы по одному западноевропейскому времени. Правда, проблема такого деления была в том, что Ирландия и входящая в состав Великобритании Северная Ирландия оказались бы в разных часовых поясах. Из близких к Евросоюзу стран часы не переводят в Исландии, России, Белоруссии и Турции. Кроме того, времени меняется в большинстве стран Африки, кроме Марокко и Намибии и Азии. Полиритмия, ювелирные работы, чувственная мощь аранжировок, растянутые треки, способствующие вхождению в симфонический транс. Парижская филармония чествует легендарного бунтаря Фелу Кути. В 60-х нигерийский саксофонист был одним из основателей революционного жанра афробит. Смеси джаза, хайлайфа, психотерического рока и традиционных ритмов западноафриканских народов. Кути помнят и как борца с коррупцией и неоколониализмом. Основателя альтернативной коммуны Республика Калакута. Музей Барберини в немецком подстаме вновь открывается для посетителей. После инцидента с картиной Клода Манне, которую экоактивисты облили картофельным пюре. Уникальная ретроспектива сюрреализма и магия «Очробанная современность» исследует интерес сюрреалистов к эсотерике и мифологии. Выставка охватывает 70-летий творческого поиска. От метафизической живописи Джорджа Декирика до культовой картины Макса Эрнста «Наряд невесты» и оккультной образности, лежащей в основе поздних работ Леоноры Каррингтон. В октябре музей Гугенхайма в Бильбау отметил свое 25-летие. Музей, спроектированный легендарным канадцем Фрэнком Герри, распахнувший свои двери в 1997-м, превратил депрессивный город в международный центр современного искусства. При этом туристы уже пополнили бюджет страны басков на полмиллиарда евро. Праздничная выставка разделена на три блока – создание истории, развернуть нарратив и материальная жизнь. Редактор субтитров А.Семкин